Недавно Государственная фискальная служба Украины заявила о том, что с момента действия скандального закона о евробляхах было растаможено больше 30 тысяч автомобилей, что обеспечило миллиардные поступления в бюджет. Мы же решили разобраться, что стоит за этими цифрами и действительно ли растаможка стала доступной. Государство в лице фискальной службы отчиталось о таможенных успехах. С конца ноября, как только начался льготный период, было растаможено более 31 тысячи евроблях. Это принесло госбюджету 2 миллиарда гривен. В день это больше 1500 авто и 38 миллионов в пенсионный фонд, убеждает нас официальная статистика. В одесских сервисных центрах тоже фиксируют небывалый приток желающих сменить бляху на украинский номер. Специалисты говорят, что причина этому – скорое окончание льготного периода. Льготный период, дающий 50% скидку на растаможку, будет действовать до 22 февраля. И люди спешат воспользоваться такой возможностью, говорят в сервисном центре. При ближайшем рассмотрении цифры 31 тысяча растаможенных авто выясняется, что 26 тысяч из них уже были давно ввезены в Украину, а их хозяева просто хотят сохранить уже приобретенные машины. Это люди, которые в принципе не хотят, чтобы у них отобрали или выписали протокол на 170 тысяч, и они готовы их растаможить. Они не готовы потерять те деньги, которые они вложили в этот автомобиль. Эти автомобили в основном такие 3, 4, 5, 6 тысяч долларов куплены за вот такие средства. Победа это или поражение? Это ни в коем случае не победа, потому что если взять даже по самым сухим данным, на территории Украины есть миллион автомобилей. То если до конца льготного периода, еще когда остался месяц, до 23 февраля, растаможится пускай еще 25 тысяч, это будет в принципе 50 тысяч в общем. Представители так называемых евробляхеров говорят, что проблему такие временные уступки не решат. Они вновь напоминают о своем главном требовании – убрать из формулы расчета растаможки возраст авто. Ведь чем старше железный конь из Европы, тем дороже обходится его официальное оформление. В кругу евробляхеров часто называются сумма в 3 тысячи долларов. Именно столько обходится растаможка поддержанного авто из ЕС. Зачастую столько же там стоит сам автомобиль. К примеру, владелец вот этого BMW пятерки 2003 года заплатил все те же 30 сотен. Приблизительно такая же она и стоит в Украине в принципе, но около 3 тысяч долларов такую машину растаможить. Три ее купить и три ее растаможить. Хотя бы половину, там полторы тысячи я бы считаю, что это была бы оптимальная цена, как в той же Молдове. То есть у них гораздо дешевле была растаможка, чем у нас. По факту акциз, скидка и так далее, а на самом деле очень дорого. Сергей говорит, что решился растаможить своего немца из-за пока еще действующих льгот. Если бы их не было, то вряд ли бы согласился на оформление. В свою очередь юристы считают, что принятые нормы вполне адекватны и работают в первую очередь на бюджет страны. Это первый шаг, который согласован с обществом, для того, чтобы в принципе говорить о том, чтобы возможно в дальнейшем отменить акциз в принципе как заградительную меру. Я считаю, что закон сейчас работает достаточно удачно. Буквально за несколько последних недель было растаможено намного больше машин, чем за предыдущий период, потому что люди поняли, как это работает. Юрист убежден, что регистрировать авто граждан заставили высокие штрафы, а за оставшийся льготный месяц все желающие жить по закону успеют сменить номера. Делать какие-либо прогнозы, безусловно, рано, ведь неизвестно, восстанут ли евробляхеры снова и пойдет ли государство на очередные уступки.